Дарья и ее питомец Яша опоздали в ветклинику. Их высадили из автобуса. Девушка ехала в час пик, поэтому ждала самый пустой маршрут. Им оказался 53-й. Но кондуктор заявила, что собаке в салоне не место. Хозяйка овчарки уверяет, что такое происходит не впервые. Перевозить собаку на общественном транспорте – настоящий квест. Бывает так, что вообще мимо проезжают автобусы, то есть прям не останавливаются, видя, что на остановке стоит человек с собакой. Своей историей Дарья поделилась в соцсетях, но столкнулась с неожиданной травлей. Барнаульцы разделились на два противоположных лагеря. У многих людей есть фобия больших собак. Им что, выходить из-за того, что вам нужно с собачкой по городу поколесить? Если собака крупная, нечего с ней вообще в автобусе делать. Общественный транспорт для людей, а не для зоушизиков и их собак. Давайте тогда запретим в автобусах ездить полным, высоким, слишком худым. Может быть, бабулям еще запретим, чтобы комментаторы спокойно ездили на общественном транспорте. На то он и общественный, чтобы на нем все ездили. Споры дошли до того, что противники животных в автобусе предложили и вовсе запретить их перевозку везде, кроме такси. Многие люди считают, что если ты завел собаку, то ты должен сам ее везде и всегда обеспечивать. Но бывает так, что люди не могут обеспечить себя машиной и частным домом. И собаку надо куда-то срочно увезти. Однажды уже заказывали такси, но выходит так, что это намного дороже. И немногие соглашаются. Дарья сказала, что самый толерантный – электротранспорт. А в маршрутках иногда не берут плату за провоз животного. По правилам, за крупную собаку нужно доплатить, как за багаж. А вот если питомец маленький и помещается в руках, его можно перевезти бесплатно, как и собаку-поводыря. То, что касается больших собачек, то системное толкование норм, которые на сегодняшний день существуют, позволяет сделать вывод о том, что они могут провозиться на поводке при наличии намордника одетого. И если они, скажем так, не запачканы, не запачкают других пассажиров и не издают неприятного запаха. Маленькой собачке нужен намордник или их нужно помещать в контейнер? Ну, это специальные клетки с твердым дном, которые не пропускают, не дают возможности оттуда ничему выпасть. Закон остается на стороне владельцев животных до тех пор, пока они соблюдают все правила. Если хозяина и питомца выгнали, можно взыскать с транспортной компанией компенсацию через суд. И, кстати, когда мы прощались с Дарьей и Яшей, им удалось зайти в нужный автобус с первого раза. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.